Самара ГИС Идею проведения конкурса «Самара в игре» предложила городская администрация. Соревновались журналисты в нескольких номинациях. Лучшая операторская и фотоработы, печатный и телерепортаж. Специальные призы получили корреспонденты за верность тематике и за профессионализм. В каждой номинации первая премия составила 80 тысяч рублей, вторая 60. Всего 12 человек получили награды. «Подготовка к чемпионату мира – это еще повод создать моду на позитивные сюжеты. И мы надеемся, что этих сюжетов будет в нашей жизни больше, потому что положительное всегда объединяет людей, помогает их делать более соустремленными, ставить задачи, которым обществу по силу решать. Понятно, что все мы разные, но, как говорится, не чужие. И хорошее нас всегда объединяет. Поэтому я искренне желаю, чтобы в вашей работе, работе самарских журналистов, было больше открытости, больше профессионализма, больше хороших тем». Поддержать и поздравить конкурсантов и победителей пришли не только коллеги по цеху, но и спортивные чиновники, а также ветераны, действующие игроки и главный тренер футбольного клуба «Крылья Совета» Франк Веркаутеран. Биль Гейтс от телеверсии конкурса «Самара в игре» остался в восторге. «Любое соревнование само по себе интересно, так как люди работают не за деньги, а скорее за идею, ради каких-то достижений. И вот эти достижения – это то, что важно на самом деле». Конкурс журналистов «Самара в игре» станет традиционным вплоть до Чемпионата мира 2018. Через год авторы лучших печатных и телерепортажей про подготовку к футбольному первенству вновь поборются за звание лучших. Сергей Кизоркин, Артем Сулайманов. События.